Очистка и восстановление функции толстого кишечника. Прежде чем приступить к описанию восстановления толстого кишечника, кратко суммируем для большей ясности, что нам надо восстановить и от чего происходит разлад. Первое. Восстановить чистоту толстого кишечника и нормализовать PH среды, слабокислую толстого кишечника. Это позволит ликвидировать главный очаг загрязнения организма, а также разгрузит системы очистки. Загрязняется от неправильного сочетания пищевых продуктов, вареной и рафинированной пищи, неправильного приема жидкостей и неестественных напитков. Пища, вызывающая запоры и сильно закрепляющая все виды мяса, шоколад, какао, сласти, белый сахар, коровье молоко, яйца, белый хлеб, пирожные и торты. Потребление пищи в 2-3 и более раз, а пошаталовой в 10 раз, чем необходимо. Второе. Восстановить перистальтику и кишечные стенки. Это позволит полноценно выполнять толстому кишечнику свои, вышеперечисленные функции, которые нарушаются от растягивания стенок кишечника каловыми камнями, образования накипи, токсическими продуктами, от всей этой грязи, недостатка необходимого естественного питания. А витаминоз витамина А. Волевое подавление позывов на стол. Использование слабительных. Третье. Восстановить микрофлору толстого кишечника. Что приведет? А. К полноценному питанию за счет дополнительных питательных веществ и витаминов, синтезируемых микробами. В. Наладится теплотворная и энергообразующая функции толстого кишечника. Что приведет к нормализации обогрева всего организма и возрастания мощности биоплазменного тела организма. В. Произойдет нормализация стимулирующей системы толстого кишечника. Что сделает более жизнеспособным наш организм. Г. Нормализуется и возрастает мощь иммунной системы организма. Дисбактериоз возникает от вареной, смешанной, рафинированной, лишенной пищевых волокон пищи. Употребление лекарств, особенно антибиотиков, унитает и извращает нашу микрофлору. Подготовка организма к очищению. Прежде чем приступать к очищению, это касается любого его вида, надо провести предварительную подготовку, которая заключается в смягчении организма. Это является первым и наиглавнейшим делом, от эффективности которого зависит успех очистительных процедур. Суть смягчения заключается в следующем. Это предварительная подготовка, позволяющая струнуть и подвести к органам выделения шлаки, токсины, где бы они не залегали. Задача самой очистительной процедуры лишь выбросить вон то, что подошло и скопилось в выделительных органах. Это надо просто понимать, от чего зависит эффективность очищения организма. Смягчение организма можно производить по-разному. Кому что подходит. Главная задача смягчения – расслабить, прогреть и напитать влагой организм. Этого можно достигнуть, посещая влажную парную, сухую сауну или принимать горячую ванну. Обезвоженным, сухощавым людям больше подойдет горячая ванна, тучным – сухая сауна, а всем остальным – влажная парная. Старикам больше подойдет горячая ванна, молодым – влажная парная. Длительность одной такой процедуры от 5 до 25 минут, с обязательным окончанием ее кратким, на буквально таки 5-10 секунд, прохладным или холодовым воздействием в виде обливания. Главное, что вы должны почувствовать после смягчающей процедуры, это расслабленное, прогретое тело. Таких процедур необходимо принять от 3 до 5, а то и побольше. Все зависит от степени загрязнения организма и качества выводимых шлаков. Принимать их надо одну в день или через день в зависимости от возможностей и индивидуальной переносимости тепла, а также наличия жизненных сил организма. Очень хорошо способствует смягчению организма прием по утрам натощак, 20 граммов топленого масла, а также небольшой масляной массаж всего тела утром, а затем ополаскивание теплой водой или душ. Но помните, лицам тучным, с жирной кожей и переизбытком слизи это не подходит. Им подойдет небольшой бег, прогулки пешие, которые прогревают весь организм и усиливают циркуляцию и отделение шлаков через кожу. Очищение с помощью клизм. После того, как вы смягчили свой организм тремя-пятью процедурами, можно переходить к очищению толстого кишечника. В США врачи-натуропаты имеют так называемый колоник машины для промывания толстой кишки. По учению натуропатов, всякое лечение должно начинаться с рентгеновского снимка толстого кишечника и промывания его этой машиной. Мы с вами возьмем самый легкий и доступный метод очищения и нормализации ПАЖ среди толстого кишечника клизмы по методу доктора Оокера. В 2 литра теплой кипяченой воды добавить столовую ложку лимонного сока. Сок поллимона как раз будет соответствовать 1 столовой ложке. Если нет лимона, то можно его заменить на 4-6% яблочный уксус. Залить все это в кружку эсмарха. Повесить на высоту 1,5 метра. Наконечник с трубки снять. Смазать его растительным маслом. Принять положение коленно-локтевое. Таз находится выше плеч. Трубку постараться ввести в толстый кишечник как можно глубже. На 25, а то 50 сантиметров. Но, как правило, в начале и 5-10 сантиметров будет вполне достаточно. Дышать ртом. Живот расслаблен. Процедуру желательно проводить после акта опорожнения кишечника или же вечером после работы, перед сном. Как удобно. Первая неделя. Ежедневно. Вторая неделя. Через день. Третья неделя. Через 2 дня. Четвертая неделя. Через 3 дня. И пятая неделя. Раз в неделю. Данный цикл клизм в течение первого года желательно провести 4 раза. В дальнейшем этот цикл желательно применять раз в год. Лучше всего весной. В указанной процедуре очистки толстого кишечника вода является механическим очистителем, а лимонный сок или яблочный уксус нормализует pH внутренней среды толстого кишечника. Ведь, как уже говорилось, гнилостные и бродильные процессы возможны только в слабой щелочной среде. А в норме здесь должна быть слабокислая среда, что и достигается. К тому же, лимонная кислота антиоксидант, противоокислитель и не допускает образования плесени в толстом кишечнике. А та, которая имеется, выйдет в виде темных, напоминающих тряпки лохмотьев. К тому же, яблочный уксус обладает сильным антисептическим действием. У некоторых людей может возникнуть вопрос. Неужели этого цикла промывания толстого кишечника недостаточно? Обратимся к трём китам здоровья Юрия Андреева. Я хочу вам сказать, что мне приходилось по три недели голодать и ещё на третьей неделе, извините за натуризм, выходили твёрдые, как камень образования. Где они там засели? В каких складках кишечника? Но тем не менее, они там были. Вот насколько прочно это в нас сидит. Уриновые клизмы. Согласно древним медицинским источникам, аюрведы, джудши, клизмы помогают избавиться от 80% болезни человеческого организма. Поэтому отнеситесь к этой процедуре со всей серьёзностью. Автор опробовал множество различных вариантов клизм. Состав, дозировка, периодичность и так далее. В результате этого опыта сложился свой собственный подход и как показала практика, он оказался наиболее эффективным и всего известного на эту тему. Чтобы полностью понять все тонкости досконально, разберём процедуру клизмения. В качестве основы берётся вода, которая механически вымывает содержимое толстой кишки, но прикипевшим к стенке каловым камням этого недостаточно. Обычно к воде добавляют лимонный сок или раствор лимонной кислоты, яблочный уксус, слабый раствор марганцовки или другие антисептики и трава, ромашку, чистотел и так далее. Эти вещества отчасти нормализуют кислую среду в толстом кишечнике, тотальным образом действуют на весь спектр микрофлоры, выкашивая нужные и ненужные микроорганизмы. А отчасти даже неблагоприятно действуют и на слизистую оболочку. Например, чистотел её здорово подсушивает. Как нам быть? Первое. Искать такое вещество, которое позволило бы отрывать накид. Второе. Ингредиенты должны нормализовать PH внутренней среды, а также избирательно угнетать патогенную микрофлору, не затрагивая нужную. И третье. Они не должны раздражать слизистую оболочку кишечника. Такое идеальное вещество имеется в природе. И более того, его вырабатывает сам организм. Это собственно урина, то есть моча человека. Она идеально подходит по всем абсолютно параметрам, потому что она вырабатывается из крови человека. Первое. Моча не только промывает толстый кишечник, но за счет большей концентрации солей, чем в плазме крови, разница может достигать в 150 раз. Она за счет осмоса насасывает воду из стенок толстого кишечника и даже окружающего пространства вокруг нее. Это приводит не только к отквашиванию, но и отрыву накопи, каловых камней и слизи из брюшной полости. Второе. Урина имеет ПАЖ кислой среды, причем в той концентрации, которая наиболее благоприятна самому организму. Поэтому отсутствует опасность передозировки, ведь одному она требуется несколько больше, чем другому. Ввиду того, что это продукт самого организма, то она избирательно угнетает все болезнетворное в организме, не трогая нужное. Таким образом, полноценно и безопасно восстанавливается нужная среда и микрофлора толстого кишечника. У многих животных, например, птиц, мочи отделения и кало отделения совмещены. Пусть это не смущает вас. Урина, тем более собственно, не может ничего раздражать в организме. Наоборот, она снимает раздражение и лечит его. В урине вода структурирована с самим организмом. В ней имеются собственные антисептики, гормоны, витамины и белковые вещества, которые являются лучшими восстановителями слизистой оболочки любого отдела организма. Мочу для клизмы можно использовать как собственную, что лучше будет, так и от здоровых людей, особенно однополых детей. Однако, автор и эту процедуру улучшил так, что ее эффект многократно увеличился. Для этого необходимо собрать урина от любых людей, желательно домочадцев, чтобы получилось 2 литра, налить ее в эмалированную посуду и без крышки, кипятить ее до тех пор, упаривать вернее, пока не останется 500 граммов. В итоге вы получите уникальное вещество, которое на целый порядок, причем в лучшую сторону, отличается от жидких сред нашего организма. Остудите ее и в теплом виде сделайте клизму. Если вы раньше делали клизмы, прошли их несколько курсов, то после этой одной у вас может сложиться мнение, что вы вообще ничего до этого не делали, ибо столько добра может выйти, о котором вы и не подозревали. Вы ощутите необычайную мощь этого состава. Почему эта клизма так действует? Это могучее действие объясняется несколькими факторами. Первое. Сама вода становится совершенно другой. Она приобретает суперструктуру. Остаются самые устойчивые, жаропрочные, жидкие кристаллы, которые по исследованиям ученых делают наш организм невероятно устойчивым ко всем видам неблагоприятных воздействий. Второе. Концентрация солей в такой урины может возрастать в 600 раз. Это необыкновенная сила, которая не только насасывает воду из организма, но и за счет сильнейшего горького вкуса отрывает полипы толстого кишечника с многообразием другой патологии. Сильнейшим образом стимулируется стенка, перистальтика появляется сама собой. С одного двух раз от такой клизмы выводятся глисты и прочая живность, но при этом нужная микрофлора не задевается. Третье. Хотя от термической обработки в такой урине разрушаются все органические вещества, но зато образуются новые неорганические, не белковые, которые многократно сильнее гормонов, витаминов и прочего во много раз. В результате от таких клизм еще быстрее нормализуются PH и микрофлора. Восстанавливается не только слизистая, но и перистальтика. Излечивается геморрой, полипоз, колит, парапроктит. Но и это еще не все. Ввиду высокой насасывающей способности в толстый кишечник поступает жидкость из всей брюшной полости. Увлекая за собой слизь, в результате вы освобождаетесь от патологической слизи, от которой можно освободиться, только используя большие сроки голодания, которая засела в почках, поджелудочной железе, в стенках мочевого пузыря, в половых органах и так далее, и угнетает их жизненную активность. Освобождаясь от слизи, все эти органы вновь возрождаются, вы сами в этом убедитесь. Укрепляются мышцы паховой области, которые ослабляются и трещат от ослизнения. Я считаю, это одним из главных факторов образования грыжи. Разгружаются все выделительные системы, особенно носоглотка. Множество людей прошли через эти клизмы и убедились в их высочайшей эффективности. Предостережения здесь небольшие, но их надо знать. Первое. При сильном поражении слизистой оболочки толстого кишечника, например, язвенном колите, упаренная урина вначале будет вызывать боль как от ожога. Потерпите, либо сделайте предварительно клизму с обычной уриной. Боль указывает на то, что все ненужное отторгается, а пораженное место залечивается. Вскоре образуется новая здоровая ткань и вы ничего больше не почувствуете. Особо подчеркну, не обязательно сразу начинать с упаривания до 1,4 первоначального объема урины. Вначале лучше начать с обычной, затем упарьте ее до 1,2 и только потом до 1,4 первоначального объема. Дальше упаривать не надо, ибо структура воды из наиболее энергетической шестигранной призмы преобразуются в обычное мыло и эффект пропадает. Второе, возможно сильнейший ответ на реакции организма на повышенную энергетику, которую несет такая клизма. от обилия энергии ваш организм первое время может переворачиваться и вы почувствуете себя очень плохо. Клизмы выравнивают перекос в энергетике организма и у кого он наибольший, получаются и наибольшие ответные реакции, но постепенно все придет в норму. Теперь, зная эти особенности, приступим к описанию самой процедуры. Если будете делать клизму с собственной уриной, я рекомендую вам начать именно с нее, берите 1 литр, если с упаренной до 1 четвертой, то начинайте со 100-150 граммов и постепенно доведите до 500. Но если вы брезгливы, то просто подсаливайте в воду, добавляя в 1 литр воды 2 столовые ложки поваренной соли. В первом случае, когда используется обычная урина, применяйте кружку эсмарха. Во втором упаренная до 1 четвертой первоначального объема обычную спринцовку режимовую грошу на 100-150 миллиграмм. Технология использования кружки эсмарха следующая. Наливайте в кружку урину и подвешивайте на высоту не более полутора метров над уровнем пола. Наконечник с трубки снимайте и смазывайте трубку маслом или вазелином. Пережимайте трубку чтобы жидкость не вытекала. Если есть краник, то закройте его. Примите колено-локтевую позу, таз должен быть выше плеч, ведите трубку в ванну с на глубину 25-50 сантиметров. Далее отпустите пережим и постепенно упускайте жидкость в толстый кишечник. Предостережение. Если толстый кишечник имеет патологические перетяжки или сильно забит каловыми камнями, то жидкость при быстром поступлении может выливаться обратно или распирать ту маленькую полость, которая имеется до закупорки, вызывая болевые ощущения. Поэтому, чтобы этого не было, контролируйте вливание, вовремя пережимайте трубку пальцами. По мере прохождения жидкости через затор, увеличивайте просвет. При этом дышите медленно, плавно и глубоко животом, выпячивая его на вдохе и подтягивая на выдохе. Все это позволит вам избежать различных осложнений и неприятностей. Когда толстый кишечник будет очищен, то 2 литра жидкости вливаются в него за 30-40 секунд легко и свободно. После того, как жидкость вошла, лягте на спину и приподнимите таз. Гораздо лучше, если вы выполните стойку на плечах сарвангасану или заведете ноги за голову осаноплух. В таком положении побудьте 30-60 секунд. Можно дополнительно повтягивать живот. За счет этого жидкость через нисходящий отдел обудочной кишки проникает в поперечную. Далее вы потихоньку ложитесь на спину и переворачиваетесь на правый бок. Жидкость из поперечного отдела толстого кишечника попадает в труднодоступный восходящий отдел и далее в слепую кишку. Именно такая техника позволяет равноценно промывать полностью весь толстый кишечник. Соблюдайте эти нюансы, они выверены практикой. В противном случае вы отмоете и здоровите только часть толстого кишечника, оставив патологию, рассадник будущих болезней в самом его начале слепой кишки. Процедуры желательно проводить после опорожнения толстого кишечника в любое удобное время, но древние целители советуют при заходе солнца сколько держать клизму. Древние целители советуют от захода солнца до первых сумерек. На мой взгляд, спокойно полежите на спине или правом боку от 5 до 15 минут, если не будет сильных позывов. Затем можете подняться и походить. Дождавшись позыва идите в туалет. Но преимущество уриновых клизм в том, что они сами держатся внутри организма ровно столько, сколько нужно. В начале позывы от них бывают быстрые и сильные, а далее чем чище становится толстый кишечник, тем длительные. Поэтому не волнуйтесь, организм сам знает, когда ее выпускать, ведь все осуществляется при его величайшем контроле. субтитры субтитры